Моисто, налево, направо, как у тебя есть? Сейчас. Подожди, подожди. Да, включил, включил. Сарю небесный, утешитель души и стены, Ведь жизнь весы и вся исполняя Сокровища благих и жизнеподателю Приди все висявны и очистены от всяких скверны И спасти блаже души наши Господи, благослови наше занятие по слову Не допусти нам уклониться ни вправо, ни влево От истинного понимания смысла Прибыть с нами Тебе же славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне, всегда и во веки веков Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Марка 6, глава с 34 по 40 стихи Иисус, выйдя, увидел множество народа И сжалился над ними Потому что они были как овцы, не имеющие пасты И начал учить их много И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят Место здесь пустынное, а времени уже много Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения И купили себе хлеба, ибо им нечего есть Он сказал им в ответ Вы дайте им есть И сказали ему Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите Они узнал, сказали Пять хлебов и две рыбы Тогда повелел им рассолить всех отделениями на зеленой траве И сели рядами по 100 и по 50 Толкование Фарисеи, будучи хищными волками Не спасали народ, а поедали его Посему народ, миновав их, собирается ко Христу Истинному пастырю И Христос дает ему пищу сначала более полезную и ценную в слове А потом и телесную Но посмотри на учеников, как они отличаются человеколюбием Жалея о народе, подходят ко Христу и начинают умолять его о нем Господь же, искушая их и испытывая Познали ли они силу его, что он может напитать народ, говорит Дайте им мы На это ученики в виде упрека представляют С одной стороны великость своей скудости А с другой многочисленность народа, как будто он не знает этого Комментарии Игната Тихонича Лапкина на слова Ферфилакта О том, что Христос дает им пищу сначала более полезную и ценную в слове То есть Христос сначала учил словом То есть я 97 комментариев беру относительно любви к Библии и проповеди Только Комментирую Потому что батюшки читают, они это не видят У них пелено на глазах И вот если тут он говорит, кто такие волки Это он толкует В этих стихах нету волка никакого Откуда он взял Ферфилакт? Ну, говорит, они пожирают Это волки А как же теперь батюшки Ну, а в Ферфиле это обидятся, когда слышали это? Конечно А как же теперь не волки Когда Павел говорит, 20 глава, 29 стих Деяния апостолов Лютые волки И пожирают все за деньги, за деньги Так ходят иногда в церкви Один на этой старелке Рядом в второй старелке Друг за другом три человека Вроде бы человек будет давать и все Ну, еще кто Ты не подавай им И они не будут ходить А люди думают Броси на пятачок Разделите на троих Смех хватит Лютые волки И когда скажешь Ах, мы так священником Так это сказано, лютые волки Епископат сидел перед ним Епископы А тут они нету И Ферфилакт свободно называет их волками И никто не сопротивляется Потому что это не наша Епархия А это какие-то там жиды Собрались В Иерусалиме А вот если бы без предвзятости Мы бы и это обратили на сегодняшний день Вот у нас с тарелкой не ходят 28 лет и тарелку не завели даже И нищих нету у нас под дверями Нет Да, да, да Там нету Нету У нас она была И выправили Все Она могла работать Не хотела И кончилась Сын родился Не пустила Идиот Уже все Да? Ни дня не работал Конец И теперь пенсию какую-то получает И они с ним Она сидит здесь А он в коридоре И играет И играет Выйти не может из этого И нужно сказать Это мой крестник Она настояла Чтоб я его брал А близко не допускают Вот крестники Кто крестники? У меня были крестники И их одного не допускают Прям родные и близкие Нормальный родник Зачем же они? Убеждали Как надо А кто я? Я для них Второй отец Если с ними что-то Постучиться А дети Майлы Обычные крестники Брал И до них Выводил в люди Кум А это нет Пошел Сразу Сатана завладел Так что он Меня меньше будет посчитать А он никого не посчитает Теперь Никого Ты-то не захватила здесь Тут никого и нет Из старых Они знают О коме говорю Почему мы были же? Наверное до 7 лет Грудью сосило все Как не было никого старых А я? А ты помнишь ее? Ничего себе Не то слово Помнишь Вместе ходили Рядом Я видел ее И в Потеряевке Она еще была Я только приехал Она только-только Родила Да, в этом она Потеряевке была Нет Была еще Она была В 95-м году Она была Когда крестила Спаленчук Ну дело что Второй год Окей, все Пошли дальше Комментарии Игнать Тихонович Тихоновича Лапкина На славах Эфилакта Что Господь Дает поле Другим шрифтом Отчеркнутые И все равно Лепится Комментарии Игнатья Тихоновича Лапкина На славах Эфилакта О том, что Христос Дает им пищу Вернее Ему, народу Более полезную И ценную В слове А потом уже Тибетский Когда он Напитал Игнать Тихонович Лапкин Слушание Слова Божия Всегда должно быть На первом месте И прежде всего Прежде Слова Божия Только молитва В которой человек Просит Чтобы Бог Отверз Ему Ум К уразумению Писания Первое Нужно молиться А Нужно молиться Во время Слышания Слова Божия И после Окончания Чтения Его И проповеди Златоуст Неоднократно Подчеркивает Что когда Придешь из храма Не спеши Садиться за стол Ища телесную Пищу Но сначала Поделись С домашними Тем Какое слово Ты слышал В церкви Накорми Домашних Божественной Пищей Как выполнить Сегодня Это Если в храме Нет проповеди Иные Пастыри Говорят Что-то Но слова Их Замораживает Дух И усыпляют Душу В их словах Нет Божественного Огня Пророческого Глаза Обличения И слова И слова Не меч Отрезающий Гниющие Но губка Размазывающая Гной Как говорит Златоуст Кошмар Прежде Прежде всего Слова Божьего У православных Нет Я все места Выделил Ну как Христос Говорит Причья Выстраивает Царство Небесное Подобное Ну дальше Человеку Который Рашел Сокровище Пошел Все Продал Чтобы В поле Это Купить И тогда Можно Раскапывать На своей Территории А теперь Царство Небесное Вопрос Ставится А если Причья Христа Которые Подходили К монашеству И дальше Я начинаю Царство Небесное Подобно Купцу Который Никому Ничего Не дает Скрылся За стеной И все Время Закопал И держит Богатство Согласны Да нет Женщина Царство Небесное Это 13 глава 33 стих Матвея Подобно Захвастки Которые Женщина Взяла Положила В трейбер Муки До корень И вскисла Все Так А как Идоматым Царство Небесное Подобно Захвастки Которые Взяли Отдельно От буки Закопали И говорили У нас Все Есть Подобно Будет Царство Нет Да Они Это И сделали У нас Ущеные Монахи Были Ущеные Это Ущеные А Никому Не дали Народ Ничего Не имел Совершенно Не имел У нас На район Одна Была Библия Была Библия У Матери Преподавателя В школе В Корчиной Екатерина Никаноровна Была Строгая Ущительница Такая Ее боялись Не знаю Как Она Зыскивала За учебу А его Мать была Баптистская Это мне уже Говорили У нее была Библия В легенду Вошла Ее в глаза Никто уже Не помнит Когда умерла Говорили У нее была Библия Да Вот как Не у Православных Так Андрей Откащук Об этом и Говорит Узнали Принесли Но узнали Не от нас И не наши А узнали Нет протестантов И не стыдно Ничего Господь Юношу Прошет Как считаешь Вот так Отвечает Нас нельзя Спросить Как считаешь А Алина Ответ Да никак А что считать Еще надо Батюшка Скажет Мы Евангелие Раздавали Они где-то В Коробейниково Туда Крестный ход Идет Щедотворный Икон На Алтайский Край Это самое Святое Место Считаешь Так Они его Сделали Ну Понимаешь Это Говорят Слово Вот теперь Там Мы заходим По домам Может быть Тысяча человек Там есть В селе Ну Может быть Начинаем Спрашивать Евангелие Есть На все Село Нашли Кажется Только Одно Евангелие Одна Бабушка Встала Мне Тоже Надо Дать Ну Возьми А Что Это Такое Евангелие А Она Сразу Назад Возьмите А Я думал Упоминали А Сейчас Роман Нам Все Расскажет А Другая Выносит У меня Большая Есть Тоже Наверное Евангелие Я не знаю Выносит Сонни Как Сны Разгадывают Сонни Это Туда Чудотворная Икона Ход Из Барнаула Иду Там Такой Ажиотаж Икона Которая Была Где-то Под ногами Завалена Ее Раскопали Засияла Заговорила Там Я не знаю Еще Вознеслась И туда Идут И ничего Не знают И мы Главно В храм не вошли В чужую территорию А за храмом Всех собирали Приходите Туда Деревны Обошли А народ Собрался А поп Тоже Проводился Он вызвал Милицию И все Это заснято Мы можем Посмотреть На моем Ютубе Стоит И вот Он От поп Ему На ухо А в это время Перед он Говорю Он Перебивает Игнатий Тихонович Мы просим Вас Уезжайте Поскорее Отсюда Я говорю Знаете Где Годоринские Когда были Жители Когда Смени Потонули Они Поскорее Уходи Отсюда Господь Чтобы Остальные Смени Не хрякнули Через берег А вот Одно И то же А его Епископом Сделали А его Епископом Сделали После этого Патриот Роман Рудцовки Регион И хороший Притом Хороший Батюшка Не кует Не пьет Ну Хороший Это как сказать У нас был Тут один Послушник И там В монастыре Идет И в баня Слышит А из бани Это где монах Это женский Виск Он тогда Подошел И посмотрите Сказал В бане Это у нас Женщина Там с монахом Вот Слава тебе Господь Хоть и с мужиками Я была геологом В девяностом году Ездили в Коробейниково Проводили водопровод Только храм вот этот Вот только-только Батюшка приехал И начали Там такой обшарпанный Он еще был Ничего не было Я помню Батюшка вышел И нам рассказывал Что икону там нашли Конюшня по-моему Была в храме Вот одни стены стояли Вот такие Помню розовые Была бодрано-бодрано Все Ничего не было Ну и все Значит мы на территории Не говорили За пределами храма Где им Ничего не принадлежит Дорога государственная Около дороги И все заснято И он все равно Не может успокоиться Я говорю На все село Одно Евангелие Что же вы думаете А мы раздали 450 новых заветов Салтырью За один приезд Полтысячи Почти раздали И он хоть бы сказал Нет он скорее Амиристанер ходит За ним Ну что делать Они ничего не нарушают Мне еще тебя звал Ты должен что-то найти Я так догадываюсь Что ты говорил Он ходит Милиционер там Нигде не вмешивается Никак же Ничего не сделал А вы берете Гонение Гонение Когда к нам Милиция приехала Та же на лагерь А батюшка подошел И говорил Тебе нравится твоя работа Ну а что Ничего не делай Так залез в кабинку Чтобы тебя не видели Тебя угодят Он милиционер Стал залез И больше не вылазил Вот так А почему Потому что он выпивает Милиционер Ты тебя сразу сейчас А сейчас пожалуется А у него Говорит Прокурор Мне Знакомый И главный Милиционер Генерал знакомый Милицейский Приезжал Потеряпку Тебя уволят Сразу в один день Он мега Братся в машину И больше не вылез Умный Ему говоришь Как он все наоборот Вот это очень умный У меня отец Снука Бодится Нельзя А он опять Отец отвернулся Он опять Вот какой умный ребенок Говоришь нельзя Он все свое Супер адвокатство А ребятишки яблоки Собирает А ребятишки Валентина Моей сестры Ну достали Дети какие Шустрые Как я Это не то Что Валька Лохудра А Валька Это его дочь Их мать Детелька Так он Их перешагнул А они на меня похожи Утешение Это какое У меня мама Как же не тяжело Когда я приезжал В гости к ним А увидели Я иду Остановился Так они Телевизор Не знают Куда деть Упавил Запущили Под полок Я не знаю Забыли Или еще Там Что считают А другой раз Я приехал Зашел Дымом пахнет А они увидели Что я Мужики Там выпивали В доме Сидели Как кто-то Кликнул Ты Игнатий приехал А я иду Они все Разогнали В двери Друг друга Добили На улицу Мужики Потеряют Это бригадир Кто Я зашел Никого Нигде нет Один дым Только остался А почему Я их бил Нет конечно Я просто Говорил Мужики Это вредно И нехорошо Я никогда Не наступал Даже на них Вот в интернете Вчера С человека Три попалось Заходят Я только в интернете Глаза открыл О Игнать Тихонович Пришел к нам А я давно Хотел вас видеть Откуда знать Да я подписан На ваш канал А че ж ты тут делаешь Сколько видео Женоке Которые на канал Знают Я говорю И знаете что Так Конечно знаю А когда был Позавчера Я говорю Я вам могу дать ключ От сокровищ А какой Пиши Два слова Игнатий Лапкин И когда по скайпу Зайдешь А я один на интернет Под этим Игнатий Лапкин Я тебе скину И форум И сайт И мейлру О А в слове Мейлру Моя переписка Выставлена Сейчас Час назад В моем мире Ну тут такая Меньше чем Контактов Меньше чем Одноклассников Я считаю Лучшая система Все какие есть Лучше Лучше И я Переписка С людьми там была Ну я В моем мире Стал Написал А потом Скинул одному Сергея Пушенко Активный такой А он сегодня Мне ночью И говорит Я же положил Как вы уехали Так и лежала И он сейчас Выставил Посмотрите Красота какая О ком я говорю Все это показано Фотографии он ставит И Я всегда ужимаю ролик А этот ужимать не стал Цифры прямые Литые Как будто книжку считаешь Сама перелистает Даже Ничего не надо Перелистнет Ох и хорошее Ну Большое Переписка Хватит долгить Один мне говорит И кому это нужна Твоя переписка Да в интернете Всего полно Все это Копируете То другое А я знаю Кто добродеев Сергей Николаевич Он любит занимать деньги И никому не отдает И вот он стоит Что-то жует И мне говорит Я говорю Я вам покажу Переписку За два дня За два дня И растянул на Два гигабайта Переписка У меня уходит Иногда Три-четыре часа Почту разобрать Да еще часа Три-четыре Чтобы ответить Это только В моем мире Сейчас это нет Сейчас у меня все Ютуб Подметает Каждый день Новые люди приходят Это Бог делает так А что бы вы делали Кабы на интернет Пленки были Крутил Начитывал А если бы этого не было Книги считал бы А книг бы еще не Нету других книг Евангелия не было А у меня вот Щетки Щетки Да как могли Щетки не сделать У меня пальцы Есть А по пальцам Морлись По клубу делают Но Вас не возьмешь Ничем Я бы так же был Занят Как тогда Так и сейчас У меня брат Вот этот Съемший Он стоит 4.40 А я в два часа Сегодня Ну и пока Раскрутился Убежу уже Четвертый час Ну давай скорее Печку затоплять Он пареносит Топливо А я разжигаю У нас все распределено Паралял Поехали И он встает Уже все готово В интернет А там уже стоит Сегодня я выставил 17 роликов За один день 17 Мне сейчас помогает Особенно вот этот Вячеслав И вот этот сидит Сергей Павлович Поклон тебе Ты закончил Ты ведь Церковь Саря закончил Пришел Папки Которые Вот если они так Будут давать мне А я буду По 4 ролика Ставить 4.3.1.1 4 года нам хватит Ежедневно Выставлять буду Только с сайта 4 года Ежедневно По 4 ролика Великое Отечество А в ролике Саря проходил Там же эти все вопросы Они мертвы Вопросы Наскучные Не знаешь о чем А это прямо Об названии Начитываешь Без мозгов что ли Как А с той стороны Начинаются Безы Волшебцы Потом Библия Там другой работает Как раз Вячеслав А Сергей Отсюда С обратного Мне надо еще Кто-то помогал Человека 2 Свобода Есть у нас Сергей Ты с этим Отраком Поговори Чтобы он Помогать Начало Что ты делаешь Насчитывать Если его Маленько Огонь Митинговать Собьешь Так получилось Там Начало В Итали Семья Это не надо Брать Семья А ты С Т Начни Букву С Т И к Сергею Двигайся А ты Возьми его На контроль Эти картинки У меня уже Выслал На все На 55 папок Выслал Вячеслав Хорошие Картинки Хорошие А Христос Значит Христос Проповедует То есть Это Папка Христос А там Может быть 20 или 30 Вопросов В университете Задавали по Библии И теперь Я это все Беру А Христе Вопросы стоят Насчитывают их Отдельными роликами Но картинки ставить И они не могут Система не разрешает Я должен ставить Мне сделали Скинули А я теперь Клейп Он мне объяснит Как сделать А раз объяснит Своим Своим Программом А Игорь Я Игорь Прошу Слушай Игорь Кто был Канцлером Германии До Гитлера Там они Менялись Быстро Там Фон Папен Был И Не Бесно Менялись Это Дольше Всех Был Перед Ним И вот Гитлера Когда избрали Он говорит Канцлером Да нет Он нам ответил Я его поставлю Разве только Марки Говорят Почтовые Но это он Про Гитлера Сказал Это Гинденбург Он был президентом А не канцлером Президентом Был Он не канцлер Поэтому Извините Фон Папен Я точно сказал Это собрание Оттуда Гиндербургское Какое Гиндербург Какое там Собрание У них было Нет Мюнхен Свистговор Это Другой Совсем Нет Это не фильм Чуть Это фильм Восхождение Дьявола Про Гитлера Американцы поставили Очень хороший Посмотрели Не критически А его играет Артистом Такой Даже забываешь Что это артист Вообще забываешь Восхождение Дьявола Восхождение Зла Еще Восхождение Зла Вот я вот этот Посмотрел Очень хороший Ребенок Когда От ребенка И как дальше Как он любил Мать И как мать Умирает Вроде бы Коротко Да А емко Потому что Игра еще Актеров Очень сильная Восхождение Он его не хотел Четенбург-то ставить Нет А за него До Гитлера Тебе Которые Четенбург Это поддерживали Там Магнаты Разные Все к нему К нему И стали Поставь Ты видишь Какой Он Махнул рукой А ему Один И говорит Ты Хорошей Какой статью Напиши Про Фетенбург Он Старик Любит Это Чтобы И он Так И сделал И он Посмотрел И канцлера Его поставил Потому что Большинство Голосов Как сейчас Мщедлов Леонид Мщедлов Как его Мщедлов Или как его Но выступает Там Все время Политически Такие Составляет Фильмы Леонид Леонид Я Гитлеры Там Вот Виктор Правдюк Я помню День за днем А Еврей День за днем Вторая Мировая Это Виктор Правдюк Это Получается Гитлеров Именно Такой Белый Костюм Говорун Такой У него Классные Такие Ролики Я Вижу Где он Врет Как Говорит Неправильно А Никто Его Не Поправит Даже Это Равенство Пытается Садить Да вот Из-за Этого Там Начинает Он Был Криптор Только Сергей Знает Что такое Криптор Поехали Это Получается Гитлер Восхождение Дьявола Восхождение Дьявола Да Гитлер Восхождение Дьявола Поехали И Бункер Еще Запиши Это Выдумка Евангелие От Марка 6 Глава 41 По 44 стихи Он Взял Пять Хлебов И две рыбы Возрев На небо Благословил И преломил хлебы И дал ученикам своим Чтобы они Раздали им И две рыбы Разделил на всех Ели все И насытились И набрали Кусков хлеба И остатков От рыб 12 полных Коробов Было Было Же Евших Хлебы Около Пяти Тысяч Мужей Вот это Не Вот Жены Где Там Написано Они Не в счет Были Ну Он Брос Вот Так Были Такие Живые Люди У тебя Еще Еще Нет А Как Так Да Я думал Сейчас Часа Два Послушаю А Получилось Уже Два Дня И Что Ему Подходит Апостол У тебя Еще Есть У меня Есть Давай Сюда Что он Думал Это Надо Было Забрать У кого То У Самих Ничего Не Было И Рыба Есть У Мальчика Сказали Да Давай Сюда Что Тот Человек Думал Разве Он Ждал Что Сейчас Рыба Будет Больше Чем Было Не Ждал Сто Процентов Не Ждал Мы Просто В ту Абсолют Не Можем Войти Ну И Так Едем Дорогой Ни У кого Ничего Нет А у У меня Есть Я Рассчитывал На Нас На Двоих С Володей А Вас Насыплялось Тут Сколько Игнатинович А Когда Мы Приехали С Неужели Мы Сейчас Пойдем По Молитве И Сейчас Господь Нам Даст Как Рыбы Пошли Опять Ничего И Пришли Когда Уже Сказали Игнатинович Что Сколько Там Пять Гальянов И Карасик Он Так Нет Это Не То И Так Давайте Пообедаем И В конце Обеда Уже Так Мы Вас Сто Сделаем И Не Вот Как Забросили И Вытащили Там На Бочку Это Невероятно Оказывается Вот Как Надо Было Всем Ити Сразу Как Помолились Господь Вам И Да Вы Рассмолитесь Здесь И Сколько Нас Там Было Как Молились Так И Господь Прим Вот Такой Невод Длинный И Полный Рыбы Понимаете После Того Как Мы Принесли Пять Гальянов Сидели Там Целые Сутки Представь Себя Ванна Взали Три Две Фляги Так Солидно Было Да Все Заполнено И По деревне Скорее Понесли Кому Надо Что Нет Мы Сначала В пруд Выгружали Ну Да Семьсот Карасиков Отправили На другой Пруд Чтобы Там Плодились Размножали А Еще Жарко Все Быстрее Надо Делать Мы Как Разведчики Быстро Быстро Выставали Только Машину Чуть Ребята Бегут Я Еще Снял Давайте Все Так Снимем Да Ну Давайте Это Чудо Божье Прорвиву Да У нас Есть Что Сказать Да И Потом Еще Несколько Раз И Главное Непонятно Откуда Чирпается Надежду Потеряло Прорвива Что А вон Она До Такой Степени Дальше Продолжилось Что Зависть Обуяла Всю Вселенную Да А Вот Союз Представили Человека С полицией С прокуратурой А А Тут Я В городе В это Время У меня Глаз Заболел И Меня Галина Александровна Загуляет Вот Это Везде Возит И Туда К ним Поехали Она Созвонилась Там Демьян Кажется Петрович Демьян Демьян Уха Она Походила Какое У вас Ебет Хорошее Мы Когда Приехали Туда Я Посмотрел А Девчонка Она Напишите Заявление Что План Где А Пруда Там Хвостик Мыши Еще Нет Им Нужно Заказать Что Через Нас Оп Протекает Я Перекрыл И Ловлю Рыбу Которая Принежит Государству А Тут Сами Пруды Сделали Сами Зарыбили Ко Мне Претензий Вообще Не Может Быть Никаких Да Они Сразу Ладно Мы С вами По Хорошему Вы Только Из Интернета А то Уберите Что У вас Было Жалуются Со Всех Сторон У Вас Браконярищик Под Боком А Вы Я Говорю Люди От Зависти Это Делают У 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 Кинотек Там Ролик Где Вы Снимаете И Говорите Володя Считай Сколько Карасей А Он Из Лодки Достает И Так Сначала В Лодки Немного А Он Начинает Под Днищем Оно Туда Проваривает И Под Днищем Еще Еще И Там Люди Это Володя Тут Что Ошибся Я Насчитал Там Больше Карасей Другой Он Ошибся Я Меньше Насчитал Откуда Он Вообще Их Там Вытаскивает Так Володя Первое Сколько Зацепили 190 Что Ли Карасей Карасей Больших Ну Там На Сеть На Сеть Ну Понял На Как мы по деревьям пошли Все столы Наполнили И Мы Видим А Милость Божия Штук Сто Сергей Павлович А ты Крючок Сделал Шабры А Ты Уехал Теперь Я Лодки Поехал А Какой Я Но Самое Главное То есть Что Что Не Увидели Они Как Вы Чистите Этот Пруд Где Рыба Это Надо Догадаться Было Вилы Такие Сделать Грабли Эти Огромные Потом Тину Эту Поднимать Со дна То есть Как Очищали Это Все Расчет 20 Сантиметров Вот такие Вот И Вес У них Как-то Три Килограмма 700 Грамм И Водя Не Три Килограмма 12 Это Не Просто Все Было А На Той Стороне Дальше У нас Работает Бульдозер Бульдозер Его Чтобы Привезти Отвести Не Работа Только Привезти 50 тысяч Отдал А Теперь Он Работает За Каждый Час 1600 Платил Начальник Приехал И Говорит Голючая Дорожная Стала Как-то Надо Я Сколько Ну Вы Сколько Вы Дали Что То Можно У Да Ладно И Получилось 1600 И Такого Дал Бог Бульдозер Не Могу Замануть Его Сюда Никак Он Работал С Игорем Владимировичем На Золотых Приисках Где вот Я не знаю Леонтьев Алексей Лаврентьевич Я его Вспоминаю Я думал Другой Лаврентьевич Ну ладно А этого Не помню Он может Приехать Давай Может Я его так Увижу Я так смотрю Не могу понять Он старый Когда молодой Я за городой Господь Зирает На небо Во-первых Для того Чтобы научить Нас Просить себе Пищу У Бога А не У дьявола Как делают Люди Живущие Неправедными Прибытками Во-вторых Для того Чтобы показать Народу Что Христос Не противник Богу Напротив Сам призывает Бога Дает хлебы Ученикам Дабы Они не позабыли О чуде После того Как принимали хлебы Собственными руками И 12 коробов Избытков Остаются Для того Чтобы каждый Из апостолов Понесший На своих Плечах По коробу Содержал Чудо Всегда В памяти А то Чтобы не только Напитать Такое множество Народа Но еще Оставить Избытки Есть знак Приизбыточествующей Силы Во Христе Моисей Хотя и давал Манну Но только На нужду Каждого На него Тоже За того Парня Пиши Следующее Воскресенье Сможете приехать? А где? Пенсионер Вот А вот смотрите Я сейчас дам Телефон Напомните Как вы работали С Дубуном И Игорь Владимирович Он не может Припомнить На разговаривай Алло Добрый день Это я Это Игорь Здоров А где А где мы с тобой Работали А А в Тогуле А в Тогуле Все таки А тогда что Андрей Андреевич Был да У вас там Бульдозеристом Мякушка А Алексеевич Был Сергей Алексеевич Был Да А я А я же И в Тегун Тоже Или Это какой 99 Год А Понял я Ну я понял Это Значит Андрея Андреевича Не было еще Да Там это Ну я понял А ты в каком домике жил Напротив ЗПК Не до Слушай А че ты Приходи К нам сюда Ты не молишься В церкви То нет В церкви Не молишься Не молишься Не ходишь в церковь То Ну хотя бы На собрание К нам приди Здесь у нас Интересно Поговорим А че такое Жаль очень Я бы с тобой С удовольствием Увиделся Знаешь В чем дело Просто Я никогда Никаких съемок Не делал Как мы работали Это же можно было Целые фильмы снимать Как мы Мы как Павка Корчагин Там по этим Ночным сменам И под дождем Этим Скажи Врачи Говорят Самое главное Пузо убрать Ну да А кто у вас Там не матершинники Почти все матершинники Один Я только не матерился Ну да Я помню Ютка Помню Все давай А то у меня Весь телефон Сидит Ага Ну все Ловите Меня тут Игнатиныч Подгоняет И говорит Ну попроси еще раз Я еще Ну давай Может быть Ты решишься Помоги Господи С Богом Благодарим тебя За труды Обидел твои Ролики Видел Слушай Ты старый Такой стал Я думаю Как же вспомнить Вроде Тогул Думаю С Андреем Андреевичем Или позже Это 96 97 А Марина Готовила А Так А когда я Дрался С этим Дрался С Витькой Видел Да А я Как С Виталией Дрался С этим Хромым Помнишь Помнишь Это нет Неправда Спросили Баптиста Жена Верующая А куда Надеется Ну ладно Все С Богом Ужас Мы ждем В гости Действительно Да Александр Я вам подарок Приготовил Ну что Тут Такое Когда будете Позвоните Ну все С Богом А где Вот здесь Барнауль Жил Сколько Барнат Как они там Работали У нас занятия По слову Божьей Ну все Поехали Золото Золото Это Божественное Поехали Мы виноваты Правильно Сергей Павлов Увлекается Жалуется Жалуется Да Бедный Давай Послушаем Чуть попозже Позвоните У нас занятия Сейчас Балаган Можно шепотом Говорить Будет слышно Сережа Балаган Ты устраиваешь Когда ты говоришь Что коммунисты Лучше Чем сегодня Ситуация Это Супер Балаган Для меня Да конечно Кто еще Скалинников Меня там Решили достать Через Игнать Тихоновича Давай 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 Я хотел добавить Не родился еще Человек По истории Вы помолились У нас ребенок Выздает Помолились Чуть не мертвый Я прошу Никакого отношения К этому Делу Не имею Да я молился А что моя молитва Значит До потолка Ну прям Каждый день Говорили Молили Церковь Подавали Еще Позвонили И сразу Урахима Нашелся Сын Да Часто Я поехал Отец Ехать Не ехать Она не знает Без вашего совета С места К сыну К родному Не поедут Она Казашка Добала Свидетеля Иегова Ну и пришла Отец Отец Теперь Мы с ней Здесь были Я тогда Говорю Моя мама Когда меня Забрали Закрыли Она из Барнаула Неграмотная Приехала В Хабаровск Меня нашла А когда я Обратился В Латвию На берегу И она Опять Из Потеряевки Неграмотная Совершенно Неграмотная Доехала И туда Сколько я Матери скорби В жизни доставил Но она Через меня Обратилась Это радостная Скорбь Ничего себе За Христа Ездить Ну это же Не по Бестолковке Я говорю И как Сама реши Ты мать И показала Стерехова Если человек Сердцем То всем наблюдателям Так не помогут Как тебе Сердце подскажет Я это написал Ты Обратись К сердцу И показал Как моя мать Меня любила Я все Иду покупать Билет Еду Молодец У сына Ни паспорта Ни денег Ни еще нет Там где-то Обокрали Наверное И она уже Выехала Сегодня едет Вот как Делается И поэтому Я вам сказала Вы помолились Сына не было Там Он сразу нашелся Милиста сообщил И никакого отношения Не имею к этому Понимаешь Да я говорил Перед Богом Я никуда не денешься Тут Но это Бог все делает Игнать Иванович Ну а про рыбу Ну тут никуда Не деться уже Ну Не ну понятно Господь же сделал Это В этот самый момент Ну да Это сошлось Ну да Звезды сошлись И все Вот я тоже Хочу поделиться Одним совпадением Накануне Рахиль написала Что я Говорит Вас покидаю Я от вас ухожу За все Вас благодарю А до этого Это Рахиль Сама А до этого А до этого Рахиль А до этого Мы вместе Молились По скайпу У меня сейчас Не только утренние молитвы Но еще и вечерние Организовал В 22.30 Каждый вечер По скайпу Вместе молимся И каждый раз Мы молились Вслух о ее сыне Потом она пишет Она ушла На молитве ее нет Я думаю У меня мысль посещает Ну раз она ушла Раз ее нет Ну что ее сыне молиться Ну уже как бы Мысль такая Только посетила А потом мы нет Думаю Дай помолюсь Помолился И она в эту же ночь Мне пишет Благодарю Сын нашелся Ну совпадение или что Вот Я думаю Да слава тебе Господи А я уже думаю Ну какой-то То ли отчаяние То ли что Ну какой-то Это Бог делает так Что мы не падали Да Да Именно так То есть надо любить До конца Аминь Во-первых Еще такое дело Игнатий Тихонович Когда к нему мама ездила Он занимался Духовным деланием И ясно что тут Господь его вел И маму тоже А у нее сын Он не по вере туда поехал А просто по самомнению Поэтому она и не знает Что с ним делать Он может быть там Все пропил Как обычно бывает Помните как еврей это писал А что я буду телеграмму писать И так она знает что я приеду Все А у него по другому Все профукал Как этот блудный сын Она поэтому и не знает Как и что Ну материнское сердце Конечно что-то зовет Но с другой стороны Он же не поехал там За духовным счастьем Да разные конечно пути А вы знаете как деньги экономить Попутно скажу Парни живут Он с Сарой У него жена А он Абрам И он поехал Пшеницу продавать Это перекупил Продал Пошел сразу на почту Сара Дорогая любимая Пшеницу продал Выгодно Еду домой Целую Вышел Посмотрел на телеграмму Дорогая любимая Выщипнул Она и так знает Продал Выгодно пшеницу Да какой же еврея Невыгодно продает Я так вышел Приеду Докшевна Всегда уезжал Назначено Я вернусь Целую Ясно Беспоцелую Меня пойдет Выщипнул А дальше написано Прям Докна и так знает Как меня звать Вышел Ну молодец Никопейчу не заплатил Поехал домой Вот это экономная Она и так все знает Понятно как надо экономить А ты телефоны покупаешь Непонятно Живет Через стенку И звонит Богатство лопается И каждый месяц Денег нет Самое интересное Вот Понакупали каких-то гаджетов И ни одного компьютера нету Чтобы выйти На занятия Вот Четверо сидят Какой-то гадосте на покупали Но гадосте на покупали Компьютера нет Нет Дестер выходит С телефона Да и она могла бы С телефона выходить Кстати Можно Я не процепил тебя Ты почему От Людмилы Степановны Вечно в субботу сбегаешь Опять Почему Вот она приходит В субботу Тебя нету Я тебе сколько раз говорил Ты тут рядом Приди За всех дроботов Помолись За отца Помолись в субботу У нас суточный круг Богослужения От вас ни одного человека Мама приезжала Но мамы нет теперь Она на небесах Теперь кто-то из вас Пойдет или нет Ее стопами Хоть один Я только в шесть Приехала домой Я закончила Рано Поздно вернее даже Потому что у меня Чувство две смены С семи до шести Домой-то не надо ездить Ты ребят берешь А девчатся через стенку Надежды Васильевны А они за дальности Погодой Утром не появляются А тут рядом Защищенные Накормленные Они друг друга Адвокатствуют Друг друга жалеют Друг друга прикроют Вы слышали Как он сегодня сказал На брата У меня брат ленивый Не сказал А само Неорганизованный Это надо же было Такую толерантность Придумать Он скоро будет разговаривать У меня такой брат Знаете Че не сказать сразу Я ленивый Он ленивый Она ленивая Это ленивая Мы друг друга ленивые Поэтому к нам пришли Учиться плохо стали Ничего не готовим Сидим там Последний Как говорится Лапоть уже догрызаем Отец ничего не говорит Потому что пьяный Все Рассказали всю правду истинную Глядишь Помолились Господь И что-то даст А то Я не самоорганизованный Я мало-мало-мало Самоорганизованный А потом Поехали Все Адвокаты Как у нас быстро дела Или по изучению писания Все кончитали Господь взирает на небо Во-первых Для того чтобы научить Так Это я читал Ты если можешь В субботу Приезжай ко мне И у меня будешь Там нажимай кнопку Выключай Дает хлебы Ученикам Дабы они не позабыли О чуде После того Как принимали хлебы Собственными руками И двенадцать Коробов Избытков Остаются для того Чтобы каждый Из апостолов Понесший на своих плечах По коробу Содержал чудо Всегда в памяти А то Чтобы не только Напитать Такое множество Народа Но еще оставить Избытки Есть знак Приизбыточествующей Силы во Христе Моисей Хотя и давал Ману Но только по нужду Каждого Ибо в том Что оставалось Лишнего Заводились Черви Или я Пропитывая Известную жену Доставлял Именно столько Сколько Достаточно Было Для пропитания Напротив Иисус Как владыка Производит То Чего Оказывается Избыток Вот откуда Так взял Блаженный Окрепилок Что Двенадцать Коробов Каждый Понес апостол Во-первых Неизвестно Кто их собирал Эти куски Из чего Ради Корзины Которые Ему не принадлежат Они бы взяли Понесли Куда Они бы Забыли Присвоить Со Христом Идти Нет Совершенно Надуманно Вот это Но мы так И будем Говорить Как есть Но я Сам думаю Как так Значит апостолы Пошли Собирать Куски Так не лезть Это наши Куски К себе На плечо И понесли На вторую Строительную Ну Да нет Конечно Даже Ниоткуда Неизвестно Это 12 апостол 12 корзин На другом месте 7 корзин Не совпадает Там ничего Нету Это Я там Заведел Это Смотри У нас Какие Богородичные Праздники По порядку Богородичные Какое Благовещение Дальше Введение Во храм Успехи Четыре Ну это же разное Покров 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 Не входит Покров Не входит Дуна десятая Дуна десятая Покров вообще не праздник Заметь И теперь Надо считать Из Евангелия А в Евангелии Говорится о том Что Архангел Гавриил Сказал ей Ты зачнешь Считает это На ее рождение На ее благовещение Вот сходится И на ее Введение во храм Четыре Там четыре года Было Это же И на ее успение Она умерла Тоже сейчас В Евангелии считается Это в сказке Про дурочка И блаженный Сосцития Питавший Тоже Ну Как это Одно и то же Место Считать Разные события К рождению К смерти Это явно Что-то с нами Не то Сказать праздник Надуманный Считать нечего Но мы празднуем Я не против Ну зачем Ну мы празднуем И считают Церкви Я говорю Какое отношение Благовещение Гавриил Имеет к ее успению Вот если У Христа Преображение У Христа Все Имеют подтверждение На Священном Писании Хотя они не праздники Ну Семен встретился Христа Какой праздник Ну единственное Он умирает Ему возвещено Было смерть Семеном Так до этого Праздновать надо А самый-то Главный праздник Сретение Это вот это Семеном Почему не Вы становите Праздник Сретение Павла Со Христом На дороге В Дамаск От которого Вселенная Звинется В другом направлении Тех Которые праздники Устанавливали Они ничего этого Не знали Не благовестники Тут главный праздник После Христовых Встреча Сретение Павла Со Христом На дороге В Дамаск Это я сам Я нигде не считал Про это Но я понимаю Павел обратился Обратился 14 посланий Облетают Вселенную Как на крыльях Даже слова Никакого И памятной даты Даже нет Ничего нет А Христос Преобразился На горяную Что Преобразился Для них Потому что Никому не показал Праздник Такой попытки Построить монастырь Сделать трехущий Тебе Мне Хорошо Так будет А потом постепенно Стенки возведем Вокруг И будет Ильонский монастырь Не зная Что говорить Не зная Что говорил А внизу Бесноватые И не могут Истереться Его все ждут И Христос Пошли туда Ну мы Когда начинаем Дальше разбирать И все Монахи выдумывали И понимаешь Вера От слышания Монахи говорят Нет Вера через рот идет От вкусовых Пресосков А как так Вот сегодня Это можно Завтра нельзя Завтра можно рыбу А послезавтра Только икру Из рыбы можно А почему Потому что Лазарь воскрес Из гроба Рыба Это гроб А изнутри Когда вытащили Это жизнь А когда это Лазарь Суббота Икру можно Его мама Мне всегда присылает Баночку Отравленную И прекрасно Отравленную А не на чё Вот так Отравленную Вот Которая Икра Продается Она вся Протравленная А чем она Протравленная Чтоб маленько Поболею Консервантами Чтобы Дольше Она хранилась Вот какое Дело Но мы Дожить Для себя Хотя бы знать Так это Или не так Сами придумали Вот эти Вот два Учителя Кирилла Мы бы их Знать не знали Как бы не Царь Михаил Царь Михаил Вызвал Братья Братья Тут целая Страна На севере Ну давайте Идите Царь сказал Пошли Брат Кирюша Пошли Пошли Сделали Все Вернулись Мои мам Духу Сосали Вернулись Он не успел Ответить Они опять в монастыре Дверь за собой А эти Они еще говорят Попы Одну жену Только можно иметь Какую А у меня Три Вот и все А за вторую Тебя судить будут Так У вас какое мясо Самое хорошее Ну как какое Канина А канину Они запрещают И они сразу Всех этих Тунгусов Собрали И все принимают Мусульманство Два вопроса Жены и конина Игнать Иванович Я хотел сказать Что Это я беру из жития То что вы Про мусульман Говорите Это хорошо Но там еще Хуже всего Дело все в том Что Григорий Амирицкий Он в Йемене Был В тех местах Где потом Родится Мухаммед Через 10 лет После его смерти И поэтому Не только Монахи-то Виноваты А вся система Порочна Была уже Составленная Монахами Система Да И все И поэтому Никто ничего Григорий Амирицкий Святой Который Христа В молитве Попросил Он спустился На небе Правда стоял На облаке И после этого Ты только Мухаммед родился Это же в те места Можно сказать Там Говорится Надо песок Целовать было После этого Святого И так Она вам Следующая В это время Издают закон Евреев Собрали Так вы Принимаете или нет Закон приняли Если не принимаете Всех казним Все собрались Ну что делать Ну давайте То ли умирать То ли еще А там Мы по-своему Будем служить Главное то Что православные Наставят на том Что всех Вырежем евреев Если не будете Православными Или выгоним Там такое Это куда годится Вообще никуда Нарушение завета Это наше Мы не можем От этого отречься Что этого не было Там же текст Житая святых Григорий Амирицкий Читает Прямо там Прямо года указаны Это вообще Амирицкий Когда начинают Сейчас Говорят А ваши крестовые походы Да ладно Он еще Неграмотный А у вас было Три похода Я говорю Это католики делают Ну были Я говорю Были Хорошо что Они знают Что их 11 было 13 даже Если все брать полностью Там еще Женские И детские были Амирицкие Нам Нечто Расскрыть не дает Потому что Мы принадлежим К этой системе Которая Это Емин Знаешь Где Емин Пропыть от слышания Не от того Что ты съел Сирия А православные говорят Так у нас еще И дым на нас влияет Обоняние Это Аравийский полуостров Аравия Аравия Вот Самая конечность Напротив Напротив Него Абушран Евангелия Его нету Кто понял Что я сказал И главное Запечатать Это слышание Слово Божие А что это такое Что бабушка Мне рассказывала Нет А что такое Библия Где она А потом Сразу Старообрядцы Пустили Кто Библию Считает И до конца После Евитрии Какое государство В Африку Да ты не поймешь Тебе бесполезно Ты как думаешь Какое Это тоже Бестолковое Еще Агалинушка Так ведь У меня есть только один человек Которому я посвятил Два стихотворения Валерий Сергеевич А один есть у меня человек Которому я посвятил Два стихотворения Которые положены на музыку Их поют Дщерь моя Дщерь твоя Дочка его Пошли Ну не только ее Сейчас не из Бога Евангелие от Марка Шестая глава С 45 по 52 стихи Сядь прямо Девочка Поставим прямо Отвески Отвески Отличный Отличный Вечером лодка Бойтесь Вошел к ним В лодку И ветер И они Чрезвычайно Изумляли Себе И дивились Ибо Не вразумились Чудом Над хлебами Потому что Сердце Их было Окаменено Толкование Ученики Ученики На море Дабы Они Научились Терпению Для того же Он Точас И является К ним Но попускает Быть в опасности От бури Целую ночь Чтобы Приучить Их Быть терпеливыми И ждать Избавления Не в самом Начале Опасности Тем Что было Сметение Между Учениками И противный Ветер Чудо Еще Более Возвышается Что же До апостолов Они Не познав Христа Из Чуда Над хлебами Познали Его Из Настоящего Чуда На море Посему Можно Думать Что Христос Попустил Им Быть В опасности И для Того Чтобы Они Не познав Его Из Чуда Над хлебами Познали Теперь Из Чуда Над Морем И От Чуда Извлекли Для Себя Пользу Хлеба На них Не Подействовали Понимаешь А мне Больше Тут О чуде Идет Разговор То есть Чудеса Как Здрав Как Будто Из Шехерезады Где-то Вы читаем Тысяча Одна Ночь Прям Чудо Чудо Везде Чудо С Господом Как Все Необыкновенно Все Нужно Ушки На макушке Держать Смотреть За каждым Словом Господне Именно Идти Прямо За Христом Почему Так Важно Священное Писание И тогда Мы Своё чудо Не упустим Здесь Жизни Если Оно Будет О чём Немножко Разговаривали О совпадениях О совпадениях Случайности Неслучайны С нами Не знаю Правда Нет Говорят Что Зимой На Байкале По льду Когда идёшь И дно Видно И тебе страшно Что Как будто Ты по воде Идёшь И не знаешь Толщину Льда Прозрачное Если дно Там видно То ты дно Видишь А вода Тем более Через Прозрачное Стекло Как стекло У Байкала Да Я как раз Работал Правда Такая Прозрачная Прозрачная Но Что ты что-то Боишься Не ну Как боишься Толщина Не знаешь Какая Поэтому То ли ты проваливаешь А Другой разговор Пробуешь Так и есть Так и есть Есть такое Кстати У нас там Когда я работал У нас там Утонуло Один уазик Утонул Дело Разведыш Считай Вангелии от Марка 6 Глава 53-56 И переправившись Прибыли в землю Генесарецкую И пристали К берегу Когда вышли Они из лодки Тотчас Жители Узнав Его Обижали Всю окрестность И начали На постелях Приносить больных Туда Где он Как слышно Было Находился И куда Не приходил Он В селение Ли В города Ли В деревне Ли Клали больных На открытых местах И просили его Чтобы Им Прикоснуться Хотя к краю Одежды его И которые Прикасались К нему Исцелялись Толкование Толкование В дома Они еще Не звали Его Но Сами Приносили Больных Умоляя О том Чтобы Им Прикоснуться Хотя К краю Одежды Его Ибо Чудо Над кровоточивой Женой Дошло До Сведения Всех И Произвело В них Тем Большую Веру Значит Слухи Распространялись Интернета Не было А Говорили Там Дочери Ира Например Слух Что он Воскресил Это Больше Что Воскресил Воскресил Что Им Нужно Болящий Там Непонятное Было Вот Чем Дело То есть Анатолий Заснула Там Слуги Да Она Просто Заснула Смеялись Они Все Не Не сказали Им Что Вышли Там Всего Было Трое Тут Непонятно А Это Все В толпе Произошло Когда Кровоточила Ее Знали Потому Что Она Богатая Была И Правда Больная Тоже Все Знали Это Я Бога Там Что Ни Такое И Вдруг Раз Что То Исцелилось С чего Она Богатая Она Должна Проклятого Веки Веков Быть А Потому Что Уверовала Ну Вот Лена Сейчас Вопрос Дала Мне Немножко Смешно Говорит А Чудо Же Ира Воскресенье Дочери Еще Чудеснее Было Почему Мертвецов Не стали Приносить Никто Больных Приносили Ну Раз Он Это Так Дочку Вотрясила Уже Ну И Знали Что Давай Всех Выкапывать Не Смогли Пересилить Пересилить Это Не Смогли Во Первых Тельцам Прикасаться Нельзя Бало Если Мертвый То Мертвый А Сын Вдови Когда Умер Тоже Прикаснулся Воскресом Он Не Прикасался Он Сказал Тебе Встань Девиц Выборочная Нет Не Выборочная Талифа Купи Просили Его По Его Просьбе Он Шел Специально Шел Опоздать Особенно Когда Воскрес Лазарь Да Час Прошел Проверял Веру Да Он Специально Сдерживал Лучше Давай Евангелие от Марка 7 глава С 1 по 5 стихи Собрались к нему Фарисеи И некоторые из книжников Пришедшие из Иерусалима Увидев Некоторых из учеников Его Съедших хлеб Нечистыми То есть Неумытыми руками Укоряли Ибо Фарисеи И все Иудеи Не ручеваривай Ибо Фарисеи И все Иудеи Держась Предания Останцев Не едят Не умыв Тщательно Рук И придя Сторга Не едят Не омывшись Есть и многое Другое Чего Они Приняли Держаться Двоеточие Наблюдать Омовение Чаш Кружек Котлов И скамей Потом Спрашивают Его Фарисеи И книжники Зачем Ученики Твои Не поступают По преданию Старцев Но неумытыми Руками Едят Хлеб Толкование Наученные Держаться Одной Добродетели И кроме Ее Ничем Иным Не озабачиваться Ученики Господа Безумысла И в простоте Еле Не умытыми Руками Между Тем Фарисеи Желая Найти Предлог Порицанию Ловят Этот Случай И обвиняют Апостолов Хотя Не как Нарушители Закона Но как Нарушители Предания Старцев Ибо В законе Нет Предписания Умывать руки До локтей Предпринятия Пищи Но Этого Держались Они Как Предания Старцев 6 По 13 Стихи Он Сказал В ответ Хорошо Пророчествовал О вас Лицемер Исаия Как Написано Люди Сии Чтут Меня Устами Сердце Жи Их Далеко Отстоит От Меня Но Тщетно Чтут Меня Уча Учением Заповедям Человеческим Ибо Вы Оставив Заповедь Божию Держитесь Предания Человеческого Оновения Кружек И чаш И делайте Многое Другое Сему Подобное Сказал Хорошо Лишь Что Вы Отменяете Заповедь Божию Чтобы Соблюсти Своё Предание Ибо Моисей Сказал Почитай Отца Своего И Мать Свою И Злословище Отца Или Мать Смертью Да умрёт А Вы Говорите Кто Скажет Отцу Или Матери Карван То есть Дар Богу То Чем Бо Ты От Меня Пользовался Тому Вы Уже Попускаете Ничего Не Делать Для Отца Своего Или Матери Своей Устраняя Сво Сво Божие Преданием Вашим Которое Вы Установили И Делайте Много Сему Подобное Толкование Чтобы Сильнее Обличить Иудеев Господь Приводит И пророка Осуждающего Их Они Обвиняли Учеников За то Что Ученики Приступили Предание Старцев А Господь Направляет Против Них Самих Гораздо Сильнейшее Обвинение Именно Что Они Приступают Закон Моисеев Фарисеи Желая Воспользоваться Имуществом Простых Людей Учили Детей Когда Дети Имели Какую Либо Собственность И родители Требовали У них Говорит Следующее Я уже Посвятил То Богу И Ты Не Требуй Посвященного Богу Обольщая Таким Образом Детей Убеждая Их Посвящать Богу Из Своего Имения Фарисеи Через Это Заставляли Их Пренебрегать Родителями И Посвященное Богу Поглощали Сами Это Господь И ставит Им Вину Что Они Ради Корости Корости Приступают Закон Божий Получается Они Сами Учились Ради Корости Корости Им То Надо Свечки Что Покупали Сегодня А как Их Еще Они Не Берут Они Родителям Все Это Тащат Они Зачем Ты Родителям Тащишь Ты Богу Посвяти Они Как Нибудь Проживут В мир Не Без Добрых Людей Конечно Тут же Говорится Что Они Ради Корызки Поглощали Сами Они Богу Жертвовали Деньги Барашков Материальные Средства Материальные Да А потом Что Мало Жел Ящик Они Давай Исследуют А Че Так Свечек Мало Покупаются Ну По Семечному Родители То Без Пенсии Были А Сейчас Сегодня Посмотри Что В церках Пенсионера Бабка Последняя Все Попутащит Так Ладно Если Он Ее Учил Тьма Суеверий На Суеверий Вот Чего Обидно И Господь Огорчает И Господь Говорит Сердце Их Далеко Отстает От Меня То Они Учат Что Небудь Чем Это С того Времени Все Началось Да Вся История По Спирали Повторяется Началось И Пошло Переписыв Конечно Да Ну Это Написано Нам Наставление Будущих Веков Даже То Что Ветхом Замет Было Написано Дабы Мы Не Были Походливы На Звое Так Вот Я У Брата Спрашивал Учатся В семинарии Сейчас Второй Курс Я Говорю Библию Изучаете Нет А Что Сейчас Литургика Там Вот Это Все Литургическое Все Вот Это Паки Паки Миром Богу Вот Это Все Звучивают А Сам Библию Изучаете Иван Библию Они Хотя Был Новую Скрижаль Тогда Читали Что Там И То Больше Понятия Если бы Они Здесь Читали Здесь Он Учился Он Видел Чему Учат Здесь И Что Здесь Есть Разногласия Основа На Учение Разногласия Получается Изначально Уже Человека Учат В школе Что Ты Убивай Воруй Обманывай Получается В обратку Найдем Если Мы Не Исполняем То Мы Нарушаем То Нарушаем То Нарушаем То Погибаем Погибаем Я Объясняю Иди И скажи Делать Все В том Что Здесь Нарушается Заповедь Божья Какая Заповедь Божья Почитая Отца твоего Матерь твою И Дни твои Будут Долговечны На земле Понимаешь Какая И они Нарушали Это Они Приближали Приближали Времена Когда придет Христос И когда Христос Пришел То он Сказал Наипачи Идите К погибшим Овцам Дома Израилева К погибшим То есть А кто были Не погибшие Вот ученики Вот ученики Не погибшие Потому что Господь Их послал Он нам не сказал Вы погибшие Дети и погибших Нет Он сказал Оставьте Мертвым И погребать Своих мертвецов То есть Он их считал За живых Почему Потому что Они Уповерили Именно Писание Ученики Петр Андрей Они сначала Поверили Иоанну Христителю Учениками Его стали А потом Пошли за Христом Когда он сказал Вот Агнец Божий И они обратили На это внимание А другие То ничего не поняли Посмотрели Он конкретно Указал на Христа И сказал Вот Агнец Божий Который берет на себя Грехи мира Он указал на него А они Не поняли Никто Почти А эти поняли Они оказались Знающие Писание Они веровали В Писание Веровали Что Бог Приготовил спасение Несколько человек Всего Понимаешь Остальные Погибшие Овцы Дома Израиля Все погибшие Вот потому что Их так учили Священники Ты понимаешь Что сейчас творится Вот ты Когда сказал Это вышло Ты сказал Я крещеный А тебе надо было сказать Я неправильно Крещеный Я не крещеный Я моченый Только и все Понимаешь Такой добрый Такой хороший Он так долго Там крестит всех Вокруг там купели Водит Водит А потом Как начнет Мазать там Коленки Там плечики Там как начнет На тебя брызгать Аж прям Мокрый такой Стоишь Я пошел К этому священнику Узнавать Почему он не крестит Пришел И он меня спросил А ты откуда Я говорю Из Барнаула А ты кто Я говорю Я оглашенный У меня другого слова Не было Он такой Посмотрел Оглашенный А ты там Откуда Я говорю Община Отца Якима Лапкина Вот что А ну-ка Изыди отсюда Сатана И меня крестом Как осенил Причем Сам чуть не упал У него барная стойка Там такая На втором этаже Храм Прям бар такой Ну там Я не знаю Что-то выставлено Соки там И такие Огромные стулья Большие И он говорит Ну садись Когда я Пасх Это Христос Пасха была Я поприветствовал Он тоже Я поцеловал Там руку Все Ну садись Я такой Сел Дайте-ка нам Там чайку Раз чаю подали Такое Там какие-то Прянички Птичнюшки И он такой Ну-ка расскажи Откуда И вот этот И вот этот разговор И он как соскочил Это стул Как топлетел Он железный Такой тонкий Ножки Железные Как пшшшш Только я такой Как пуля Я думаю Это что такое И вот Изыди Сатано Изыди Отосуда Лапкин А Юрга Это где Юрга И где Барнаул И это был 96-й год Юрга это Тюмин туда Юрга это Кемеров Новосибирск Кемеров Кемеров Ну тут он меня с сатаной, и я уже не успел узнать, кто он. Коротко и ясно оказалось все. А я ему хотел о крещении, там, начать рассказывать об оглашенных языках. Вон в очках. Сидоре. А как это быть-то? Я до этого уже ходил, причастие там принимал. Ну как теперь, причастие? Ну что, она мне говорит, никакого отношения к крещению они не имеют. Никакого. Не крещеные. 84 правила 6-го Севернского собора. Ты должен быть погружен. Другого нет крещения, все остальное выдумка католища. Получается, я там угля наелся? Мы говорим о крещении. А он мне брату-то говорил, а он говорит, а как тогда чаша подходила? Ты не можешь. Это ваша вина, скажи, вы всех подпускаете, за это ответите. Златон говорит, тело мое лучше отдам собакам, чем тело Христово недостойно причащающимся. А они не крещеных подряд всех причащают. Кто с чаши выйдут? Кто еще не причащался, а в дрожжик стоит? Это вот его младший брат теперь пошел учиться. У нас Нина Желмерова здесь. Она сестру готовит к оглашенной. Ну в храм зашли, а куда выйти оглашенным-то? Батюшка идет, она к нему благословит. Батюшка, а куда оглашенным выходить? Чего? Оглашенный куда выходить? Что вы думаете, куда выходить? То есть храм стоит, он не один священник в этом храме и ни одного оглашенного. Он сам оглашенным еще не был. Ну я ей говорю, Нина, Нина-то ей говорит, я не знаю, как ее сестру звать. Говорит, как только горит он это, оглашенный, извините-то. Это вот колонна большая, так ты за нее хоть с этой стороны зайди. Прячься. Хотя бы как-то-то. А они оглашенные извините выбросили. Литургия Златоуста. Это не Литургия Златоуста, а Литургия Злого Попа. И что? Нина говорит, я старею далеко, только скарблю. Гляжу, а она, в которой она готовит, она подходит к причастию и причащается. Я говорю, а как? Ну ты что делаешь? Ты же к крещению готовишься. Ну он вышел сейчас, и кто не причащался? Кто не причащался? Кто не причащался? Я говорю, что он мне говорит, я подошла и причастилась. То есть неверующие волки. Татьяна Павловна в Тогуле точно так же было. Когда она решила оглашенные извините. А там этот алтарь был, обход сбоку. И такой он как перегородка получается. И она туда выходила. Он сначала не понял, в чем дело. Прошел, покадил. Когда после оглашения смотрит, она там стоит. А потом подошел к ней, кадитый. А ты что здесь? И начинает беседу с ней. Она же говорить не может. Встала такая. К нему повернулась. Ну накаждение. А он ее кадит. И что? Иди туда. Что ты тут стоишь? Выходи. Давай выходи. Так она три месяца сопротивлялась. Три месяца сопротивлялась. Три. И в конечном итоге сдалась. Вышла. Вышла. Татьяна Павловна, что же вы так? Так там сколько слез, сколько переживаний было. А он ее добивает, этот поп. А сам в монахи пошел в 60 лет. Потому что у него жена с дочкой разбились. Предприниматель в Бийске был. Богатый человек. Все. И когда они разбились, он пошел туда. Ему говорят, да ты это, только одним можешь заглушить сердечную тоску. Только монахом стать. И он становится монахом совершенно неверующим. Нисколько. Я с ним беседы вел, так он Игнатия Тихоновича дал почитать Крестиному Прославию. Люто ненавидел. Ну тогда еще материалы были. Материалами почитал. Люто ненавидел все это он. Специально коверкал фамилию вашу, имя, отчество. Специально коверкал. Я говорю, вы зачем коверкаете? Я говорю, человек старается. Поглядите, как Слово Божие, чтобы донести до масс. Да знаем мы их там. Все эти, ну, короче, ужас. Вячеслав его звать? Маленький рост. Он же потеряйки приезжал. Это Масленников, а перед ним был поп. Этот Масленников. Он приехал с потеряйки, и она говорит, я смотрю на него, а он прям преобразился весь. Что я видел так как, прям сияет весь. Который на нас коллетал. Ну вот побыл, он там вернулся. Который отца Павла выгнал из церкви, и со мной тоже. Ну я так мелочи. Ну у нас о Павлове. Все. Сережа, объявляй. Амнистию. 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 Давай. Отпусти нас на покаяние. Амнистию. 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 Истинные и вечные ты вложил в наши сердца. Помоги их нанести до тех, кто не знает тебя. Привойте с нами в этот день и до скончания жизни. Не дай нам погибнуть. Милости твои, Господи, распространи на родных и близких наших, не познавших тебя, чтобы у них было отвращение к этому миру. Тебе, Господи, хвала, слава, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Уходим. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Янафан, вон тебе покрывалка вот этой, голубой. Дети, поводите нам.